Коксосмыка Здравствуйте, наши вам с кисточкой Кумовья пожаловали Вы бы сняли пиджачки, граждане начальнички Так, руки на стену Руки на капот Ноги Шире Лежать, стоять, я дурак Я стрелять буду Ну все, кина не будет Опять электричество кончилось Опять весна, опять грачи Опять тюрьма Опять... Не бери на понт, начальник Я чистый, как горный снег в Альпах Но до век свободочки не кнопать На саночках не кататься Сладких пряничков не кушать Давайте лучше присядем Да потолкуем о грехах наших тяжких О ментовской жизни, вашей тяжелой Ну, базар поролим А теперь я хочу расшифроваться немножко И представить у нас в гостях Герою одного из самых популярных сейчас сериалов Это улицы разбитых фонарей Менты, убойная сила, убойный отдел Это Толик Дукалис В миру он Сергей Селин И майор Соловец В миру Александр Половцев Я хочу спросить Вот был такой ранее сериал у нас Как «Знатоки» Это, видимо, как эстафета к вам перешла Отсюда вы, наверное, смотрели этот сериал Давным-давно, старенький очень Но, собственно, разговор-то о чем идет Как менты в вашем лице относятся к персонажам таких вот песен Уличных, хулиганских И если что-то есть близкое, что-то нравится Что именно, какие исполнители и вообще как к этому жанру относятся менты Что, нормально? Гоп-стоп Мы вышли все А наш притончик гонит самогончик Никто, ребята, не поставит вам заслончик И пусть шманают опера Мы пьем с утра и до утра Вагончик жизни покатился под уклончик Шевкинский пел, да? «Таганка, где ночи полные огня, таганка» «Вещер за решеткой догорает, гаснет уголек и тихонько что-то напевает На тюремной шконке паренек» Ну, в общем, нет, ну, во-первых, мы с Александром Мы оттуда, я имею в виду, мы... Откуда-то мы оттуда? Мы из 60-х Хотелось бы узнать, да, начиналось с каких, может быть, песен Все равно когда-то были гитары, скамейки, вот что пели Вот, с трех аккордов, и именно с таких песен Я имею в виду, вот Тара-ра-ра и ра-ра и рамф-памф-памф Па-ба-ба-дамф-памф Ну, это же была романтика, понимаете? Помните, да, тогда была романтика И вот такая вот, я не знаю, ну, бандитская, воровская Но это была романтика А что мы делали в подъездах, помните? Брали гитару и... Пили портвель Поскольку, так сказать, ну, пили портвель И пели вот песни, типа, вот «Вещер за решеткой догоряет» Вот, и накалывали себе какие-нибудь татуировочки странненькие, такие небольшие там, ну, на руках там где-то. И вас от родителей, чтобы не видно было, потом сводили. А вопрос такой, вот, к Анатолию. Как-то по сериалу видно, что вы очень много там бьете всех. Вас в детстве как по этому поводу не били, может быть? Били, достаточно часто били. И я бил, и меня били. Вот, вообще, это, опять же, раньше было модно, это была романтика. Драться дом с домом дрался. Улица с улицей, район с районом. Нет, я добавлю, дело в том, что все прошли через разное отделение милиции. Были разные глупости, разные разности в детстве и в юности. И поэтому, как бы, все были знакомы с работниками. Я стоял в детской комнате в милиции, ну, что тебе? Ты мне рассказываешь? То есть, приводы-то были тоже, да? Да, неоднократные почему-то. Ну, это же, знаете, как раньше можно было выбрать просто человека и сделать из него просто, ну, конкретно. Вот, где нас сожгли сарай, например. Я не знаю, я как сейчас помню, мы корпус от машины, ну, как, украли. Дети собирают мутыловом, правильно? И мы вдруг стоим, значит, гаражи какие-то, и стоит кузов. И мы его поволокли. Оказывается, кузов нормальчик, ну, я не знаю, отошел на секунду. А мы поволокли его уже там в школьный двор куда-то. Естественно, милицию он вызвал, приехали, нас забрали, поставили там на учет или там. А потом началось. Если сгорел какой-нибудь сарай там с макулатурой, а зачем надо было кого-то выискивать? Вот прям пальцем показывает, заходит прям в класс, конкретно, Сергей, встать. Это Серега виноват, на выход с вещами. Это и так было неоднократно. Либо докажи потом, что мы играли в снежки, они дрались, например, ну, когда-то это очень активно делали. А вот при съемках фильма, вот, наверняка же кто-то вас консультировал, что-то вам говорили, как правильно, как неправильно делать. Встречались ли вы с кем-то из людей этого мира, либо, значит, был консультант из милиции все-таки? Ну, во-первых, когда это все начиналось, и Андрей Кивинов, который написал все это, он нас познакомил с прототипами. У нас у каждого есть свой прототип. И на съемках, конечно, присутствует консультант, который все рассказывает, показывает, объясняет. Когда мы все начинали, конечно, было сложно, потому что мы не знали каких-то определенных слов. И что такое глухарь для нас, это было, вот для меня, во всяком случае, ну, глухарь и глухарь. Потом, конечно, нужен определенный сленг. Мы ездили на допросы, ездили на незначительные там ограбления и... На задержание. На задержание, да. Вот ребята, как бы, сейчас вот нет, здесь Леша и Миша, вот они были на ножевом, на огнестрел ездили они. Не, ну, перед тем, то есть мы как бы с сознанием дела будем так говорить, мы так примерно понимали. Присутствовали на допросах, и, допустим, довольно-таки очень интересно смотреть, как это, ну, так со стороны, естественно. Не будучи там, я имею в виду, понимаете, да, напротив там, либо опера, допрашивающего тебя, или там следователя. А вот так со стороны, ну, как экскурсия, это интересно. На самом деле, наверное, это все гораздо жестче идет. Дело в том, что мы все преклоняемся перед этими людьми, которые работают в этой профессии, поскольку мы можем не прийти домой по одной причине, где-то задержались, условно говоря. Они могут не прийти по-настоящему, и мы, как бы, преклоняемся перед ними. Я вот хочу добавить, я знаю, ну, прекрасную женщину, она работает начальником следственного отделения, вернее, работала. Зовут ее Людмила Борисовна Ичменева. Добрейшей души человек, но я не знаю человека, который бы ее ненавидел, как вот она, допустим, заканчивает дело, человек отправляется совершенно в места столь определенные, и они ее все равно уважают почему-то и относятся к ней очень трепетно, потому что, видимо, женщина на такой должности. Я хочу, может быть, от вашего лица, от всех ментов ее поздравить все-таки с весной. И если у вас какие-то есть пожелания по песням, мы это поставим нашим слушателям обязательно. Это раз. И во-вторых, вот вы говорите сленг, а переведите нам нашу программу, что такое ГОП со смыком. Ну, Серега, говори. Только ты понимаешь, что прилично скажи, потому что ты в эфире так все равно. Ну, ГОП, это прыжок, правильно, да, прыжок, классный прыжок, вот такой вот, прыжок вдаль, будем так говорить. Ты просто по-английски перевел буквально. Да. Ну, мне, я перевожу так. Ну, или пик. 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 Хорошо, хорошо, почему? Прыжок вдаль, это же классно. Или вверх. Принимается. Ну, а в жизни вы как к спиртному относитесь, употребляете? Умеренно или неумеренно? Да, ну, раз, убиваем, естественно. И любим напитки, в общем-то, как настоящие мужчины. Ну, естественно. То, что, конечно. Я, например, люблю очень водку. Я тоже водку, но еще позволяю себе коньячку выпить. Ну, коньячку, да, еще. Кино, конечно, это вода, чай, потому что, это понятно, потому что. После съемок. Там, наверное, без ног дымой. Нет, с ногами, все нормально, довозят. Не, ну, причем, постоянно, естественно, когда же подходят, предлагают, давай по сотечке, давай там по... Вот, и когда отказываемся, то... Обижаются. Вы же пьете. Вы же. Ну, что вы? Я говорю, ну, понимаешь, ну, я пью, но я же не могу выпить столько, сколько, я не знаю, там, подошедших людей, там, 50 человек, 50 соток, а ну-ка прикинем, сколько это будет. Это будет такая труба. А есть ли, или, может быть, были уже какие-то поездки в зоны, встречи такие? Я, я уверен, что, например, вы не будете там, то вас не будут не принимать, вам все, вас все примут и примут хорошо, мне так кажется. То есть, у вас наметки. Таких поездок не было, но вот есть такие планы, как бы съездить, да, чтобы выступить. Да, ребята приглашают, да, звонят, но это же не просто так, это связано, в общем-то, с каким-то, я имею в виду, там, ну, с разрешениями. Хотя в «Крестах» мы с тобой, Саш, были, почему? Были, да. Ну, в смысле, были, в смысле. Ну, были, просто, так сказать, заходили там поговорить, посмотреть. А так вообще ребята приглашают, приглашают, и, ну, опять же, это не от нас за этим. Мы ради бога, мы с удовольствием съездим и пообщаемся, поговорим, посидим. Они нас воспринимают, ну, нормально, то есть, ну, понятно, они нас воспринимают как артистов все равно, в любом случае. Играющих роли милиционеров, но не более. Ну, да, что же, Сергей Александрович, мы желаем вам сериалов, сериалов, серий, 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 множество серий, и чтобы у вас здоровья хватило на все это, потому что ментам здоровье всегда нужно. Спасибо. Спасибо, ну и передача «Гоп» со смыком, чтобы побольше смыка было и побольше гопа. Ну, пусть Шафутинский что-нибудь спорит. А лучше Высоцкий, наверное. А тебя мусор, никто не спрашивает. Ну, ты что, обнаглел, что ли? Давай, забирай его. Давай, без базара. Все, давай, на ручки. Ну-ка, давай, на ручки. Пошли, 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 пошли. Не хочу, не хочу. Пошли, шелки, позорные. Пошел, не хочу. Пошли, голову, голову. А на черной скамье, на скамье подсудимое. Пошли, болт. Продолжение следует...